Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я так же поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Да, кто на такое способен? Эй, это был не я. Самая ожидаемая игра 2022 для меня это конечно же God of War Ragnarok. Я прям жутко хочу в нее поиграть и для более лучшего понимания бэкграунда Кратоса, всей резни в целом так сказать, я решил пройти оригинальную трилогию. Пришлось там качать эмуляторы, терпеть местами разные артефакты, но в итоге все же все прошел. Изначально был какой-то скептицизм насчет этой серии, все-таки слэшеры не совсем мой жанр. Но все же после полного прохождения могу сказать, что было эпично. В общем, сегодня обсудим оригинальную трилогию God of War. Плюсы, минусы и правильно ли разработчики сделали, что в будущем поменяли концепцию серии. Ща будет эпик, но сперва рекомендация. Atomic Heart. Ролевой боевик с открытым миром, действие которого разворачивается в альтернативном мире, где Советский Союз становится мировой технологической сверхдержавой, благодаря развитию работостроения. Загадочный, необычный, ретро-футуристический и атмосферный сеттинг альтернативного прошлого не оставит тебя равнодушным. В игре большое количество оружия с возможностью кастомизации. Ты можешь комбинировать несколько типов оружия, в том числе взаимодействовать с окружающими предметами во время сражений. Тебя ждут разнообразные противники, чью поведение обусловлено конструкцией и заложенными в них функциями. Подбери свою тактику каждому уникальному противнику, используя все, что попадается, начиная с особых возможностей боевой перчатки, заканчивая тяжелым вооружением массового поражения. Чтобы найти ответы на вопросы, тебе предстоит преодолевать ловушки и препятствия, которыми начинены секретные предприятия, узнать, какие эксперименты проводили ученые и к чему это привело. А Томми Хард в России эксклюзивно доступен на площадке ВК Плей. Сделай предзаказ прямо сейчас по ссылке в описании. Есть такой чел по имени Дэвид Яффи, или как он себя называет? Он создал в 90-х серию Twisted Metal про жестокий автомобильный турнир. Там надо пройти разные испытания одного безумного человека, при этом уничтожая физически своих оппонентов. Но жестокая такая фигня. Именно этому челу Sony позволили сделать новую игру для PS2. Издатель, конечно, хотел что-то типа доброй сказки, как Принц Перси, но Яффи хотел жесткое насилие и голые сиськи. Если в игре этого нет, меня даже не зовите. Или что-то подобное он сказал. Но на самом деле это был такой маркетинговый трюк от Sony. У чела был просто такой образ. Как только ветер подул в другую сторону, он сразу стал самым прогрессивным разработчиком в игровой индустрии. И не только. В интернет-пространстве можно найти, начиная от его критики людей, которые не любят фильмы и сериалы Marvel с женщинами. Очевидно, потому что все эти люди сексисты. Заканчивая тем, что чела, в которой шутили про лицо Эллой, он выписал из хороших геймеров. Смеялся над Эллой? Выписан из геймеров. Все-таки к тому, что God of War это полностью продукт своего времени, своей эпохи. Поэтому тут можно увидеть очень жесткие вещи, которых я даже не особо могу показывать. И пикантные сцены, где надо крутить сосочками геймпада. Поэтому времена поменялись. Согласимся, что раньше было намного лучше. Ибо не то, чтобы нам было нужно крутить сосочки. Просто классно, что у разрабов была возможность так сделать. Возможность как бы и сегодня есть, но как бы с условием. Ведь может разгореться очередной скандал, а как бы издатель не хочет этого, поэтому идет самоцензура. Так что давайте закроем эту тему, не будем этому солить. Тут и так все понятно. Итак, когда делали первый God of War, то создатели как базис взяли простую идею. Игрок должен чувствовать себя жестоким, чтобы внутренний зверь прям обрел свободу и наслаждался резней. Ибо мы люди, мы довольно ужасные, ведь любим подобные зрелища. Разрабы вдохновлялись унимуша. Сделали похожую игру, но только в сетинге греческой мифологии. И с жестокостью. И надо сказать, что игра действительно придерживается своей коры идеи. Поговорим сперва про геймплей первого God of War. Его можно разделить на четыре части. Боевка, боссы, исследование уровней прокачка, а также головоломки. Боевая система зрелищная. Герой орудует клинками хаоса. Проходит сквозь врагов, как нож в масле. И с одной стороны, вроде тут просто закликивание мопов. Но с другой, в игре разрабы также интегрировали QTE очень необычно. То есть почти во всех играх QTE, это когда ты смотришь катсцену и нажимаешь на определенную всплывающую кнопку, когда тебе говорят. В Гове же QTE не особо продолжительные. И они постоянно проигрываются во время боя. Таким образом, ты можешь создавать крутые финиши врагов. Из-за этого боевка выглядит круто и брутально. Единственный минус подобного, это то, что игра очень часто не запускает эти QTE. Особенно это заметно во время драки с большими мобами. Герой вместо того, чтобы начать добивание, просто берет и обнимает воздух. Это очень часто происходит, и промедление стоит герою дорого. Что касается боссов, то они большие. Гигантизм серия любит. И тут много QTE, даже переборы, я бы сказал. То есть дерешься ты с боссом. И часто для игрока вообще не важно, что вокруг происходит. Это можно спокойно игнорировать. Главное смотреть на этот кружок и делать то, что он говорит. То есть контроля над ситуацией у тебя иногда слишком мало. И это немного обидно. Хотелось бы больше в этом участвовать. Но так или иначе боссов весело проходить. Вроде их мало, всего 4. Но они многоэтапные и каждый запоминается. И вот тут уже начинаются неоднозначные моменты. Исследование уровней заключается в том, что ты должен бегать по ним. Иногда они довольно обширные. Убивать врагов и искать сундуки, которые спрятаны то тут, то там. Чтобы потом за полученный опыт прокачать героя. Интересно ли это? Такой левел дизайн довольно неинтересный и примитивный. Я знаю игре 17 лет, но просто в то время уже были похожие игры, которые показывали более крутой левел дизайн. И тебе реально хотелось изучать каждый миллиметр уровней. Тут же иногда много бэктрейтинга, недостаточно интересных ситуаций, камера неудобная местами и прочее. И даже 15-17 лет назад игру за это ругали. Ибо реально игра недалеко ушла от проекта в 90-х. Что касается головоломок, то это самый большой минус игры. Таких не то чтобы неинтересных, а именно раздражающих головоломок редко где увидишь. А то, что тебе дают в скалах безумия, даже не знаю что сказать. Это есть безумие. И для понимания ублюдочности этих головоломок, с перетаскиванием предметов, с рычагами и прочее, достаточно просто зайти в комменты под роликами со всей этой фигней. Головоломки в этой игре действительно разочаровывают. Такие моменты заставляют меня хотеть выключить игру и никогда не играть в первые три части. Это портит гребаный опыт. Тот, кто сделал эти уровни, заслуживает гореть в аду. Да, это жестко. Про сюжет поговорим потом, всю трилогию в целом обсудим. Так что перейдем сразу ко второй и третьей части. Что могу сказать? Геймплей существенно не меняется. Это почти та же самая игра, но с каждой частью идет полировка в плане всего. Уровни лучше и разнообразнее. Если в первой части тот же платформинг был отвратительным, даже по балкам больно перемещаться, то дальше все исправили. Вторая часть вообще типичный офигенный сиквел. Улучшаем все, убираем то, что раздражает, а то, что хорошо, приумножаем. Боссов стало в три раза больше, уровни более крутые и эпичные, больше навыков и возможностей. И в принципе игра просто стала лучше во всем. А бой с колоссом и погоня на пегасе это полнейший вин. Я просто сидел и кайфовал от всего этого. Это был я. А третья часть апогей всей трилогии. Жестокость тут на максимуме. Именно из этой игры я не могу вам многое показать, потому что поставят 18+. Боевка, уровни, экшен, все на довольно высоком уровне. И третья часть местами даже эпичнее игры 2018 года. По крайней мере она ну намного кровожаднее. Вот сейчас идет рекламная кампания Sony. Типа в Новый Год Уор ты можешь играть даже со своим отцом. Так вот, в третью часть с отцом ты особо не поиграешь. Если он увидит, что ты там сделал с Гиллиусом или с Геркулесом, то он заберет у тебя игру. И пойдет сам в нее играть. В общем вот такой геймплей игры. Меняются некоторые вещи, но ядро одно и то же. Так что не вижу смысла это долго мусолить. И что вообще там по сюжету. Короче, есть Кратос, он полубог. Его отец Зевс, а мать одна из миллионов женщин, с которыми он спал. ГГ кстати об этом не знает. Кратос был спартанцем, который проиграл однажды битву и попросил бога войны Ореса дать ему сил в обмен на служение. Бог ему все это дал, но также сделал так, что в итоге Кратос убил собственную семью во время очередной битвы. Так что Кратос поклялся богу отомстить. Он стал призраком Киева. То есть спарта, извините. И начал мстить. И начал мстить. Точнее служить богам в надежде, что однажды удастся убить Ореса. Он ведь все-таки бог. Нельзя просто подойти к нему и начать драку. Тем более чел еще имеет рост, но сами видите 181 сантиметр. Так что надо найти ящик Пандоры, который даст Кратосу достаточно сил, чтобы вступить в бой с Оресом. Собственно мы всю игру ищем этот ящик. Сюжет на много часов ничего интересного не происходит, к сожалению. А в конце убиваем Ореса и мы получаем его место. Становимся богом войны. То есть God of War. Так собственно игра и называется. Не думаю, что это совпадение. Так что классная пасхалка. Вторая часть начинается сразу после концовки первой. Кратос как бог войны вмешивается в разные войны. Однажды большого колосса оживел какой-то орел. И по совету Зевса, Кратосу пришлось отдать часть своей божественной силы, чтобы остановить колосса. И как оказалось, тем самым орлом был сам Зевс. Он специально это устроил, чтобы лишить божественной силы и потом убить Кратоша. И мы должны узнать, почему он это сделал. Типа дебил, за что? Герой попадает в подземный мир и там узнаем, что Зевс в принципе тот еще мудак. Поэтому нам надо вернуться обратно во времени и не дать себя убить. Звучит странно и это так и есть, но типа такой сюжет. И проходя через много приключений в подземном мире и не только, создаем себе союзников в лице титанов и в определенный момент возвращаемся к Зевсу. Пытаемся его убить, но Афина его спасает ценой собственной жизни. Понимаете, если умрет Зевс, то падет весь Олимп. А Зевс такой мудел и хочет убить героя. Потому что, как я уже сказал, Кратос это его сын. А он становится слишком сильным. И Зевс боится, что сын убьет отца ради власти, как он убил своего отца. Так что Кратос, который спас в прошлом титанов, заручился их помощью и теперь пошел на Олимп. И третья часть начинается также ровно в моменте концовки предыдущей игры. И собственно, в третьей игре мы убиваем богов одного за другим. И вроде все просто, но нарочив чуть глубже, чем кажется на первый взгляд. Понимаете, Кратос антигерой. Ему насрать на жизнь других. Спасибо. Хвала богам. Ты вернулся за мной. Я возвращался не за тобой. Он очень жестокий, мало думает. Это довольно большая его проблема. И в его несчастьях все вокруг виноваты, а не он. После того, как его семья умерла, в том числе по его вине, он видел кошмары постоянно. Он хотел, чтобы боги избавили его от них. Винил их в том, что за службу они не могут дать ему спокойствие души. Хотя, скорее всего, это была просто его собственная совесть. Она мучает его. Он хочет отомстить всем, кто по его мнению ему навредил. Ты видишь, как он буквально становится одержимым Зевсом. Он уничтожает Грецию, уничтожает жизни людей, разрушает все вокруг и оправдывает это своей местью. Хотя Челу просто нужен психиатр. Кратос постоянно чувствует ненависть. Каждую секунду, даже когда ничего не происходит, он тяжело дышит. И видно, что ненависть его наполняет. Меню это особенно подчеркивает. Он с каждой игрой, с каждым убитым богом становится все безумнее и безумнее. Сколько крови нам нужно в этой сцене? Да. Он стал таким же мудилой, как его собственный отец. Но самое главное, в конце он это прекрасно понимает. Поэтому и пытается себя убить. А не потому, что хотел дать людям свободу и надежду. Алло. Ему насрать на людей. Ему стыдно, его мучает совесть. И он даже не может себя убить, чтобы избавить себя от этого поглощающего чувства. Короче, Чел конкретно переборщил с ненавистью. Многим кажется, что ненависть хорошее топливо для достижения целей. Но в итоге это приводит лишь к тому, что ненависть овладевает тобой и разрушает. И вот, что делает Новый Год Уор такой прекрасной. Она берет темы оригинала и красиво развивает их. Показывает перца с разных сторон и это классно. И не только в плане сюжета, но и геймплея. Так что новые направления правильные. Тем более из оригинального концепта серии, третья часть выжила все, что могла. Ну и уже 4 полноценные игры подряд, мы видим постоянную метаморфозу Кратоса. От слуги богов, до их безумного уничтожителя. От злого несчастного ублюдка, до чела, который хочет быть хорошим отцом. И это сделано так качественно, что хочется пожать руку разрабам и попросить у них ранний доступ Рагнарёка. Греческая трилогия имеет свои минусы. Где-то душно, где-то раздражает. Но это хорошие игры, которых можно всё вместе пройти за часов 30. Любая дрочильня сегодня длиннее. А тут пару десятков часов концентрированной брутальности и ненависти. Вот бы ремастер, чтобы не играть с артефактами и прочее. И безумно жду новую часть. Она буквально на пороге, поэтому терпение будто улетучивается. На сегодня у меня всё. Поддержите лайком и подпиской. Если соберём 25к лайков, сделаю обзоры ещё на спин-оффы. Спасибо и до скорого, ребята. Субтитры подогнал «Симон»!